привет всем зрителям и подписчикам моего канала нас с вами уже больше 20 тысяч это невероятно и для меня это огромное событие спасибо всем кто подписался обязательно подписывайтесь в этом видео я возьму интервью у коллекционера и расскажу про всеукраинский слет коллекционеров харьков 20 июля я подарю 20 бесплатных входных билетов для моих подписчиков как их получить информация будет дальше видео просто смотрите а еще я получил много откликов и благодарности по поводу монобанка в одном из видео я поделился тем что пользуюсь этим банком кстати все кто не пользуются этим банком могут получить карточку и 50 гривен на свой счет . смотрите в описании ну что поехали 20 июня в субботу в харькове на арт-заводе механика состоится всеукраинский слет коллекционеров с 8 утра до часу дня входной билет стоит 50 гривен но в конце видео я расскажу как получить бесплатный пригласительный от моего канала на слете будет выставка экспозиция монет антиквариата значков наград старинных предметов посуды статуэток и много всего другого ребята я очень советую посетить тем более это новое место там должно быть очень прикольно интересный антураж ну что давайте перейдем к интервью давайте послушаем опытного коллекционера как вас зовут лире павлович валерий павлович как чкалова я занимаюсь в основном коллекционированием значков а харькове вот например книги которые я написал написано 39 учебника уже издана чему приехать стоит на след коллекционеров дело в том что коллекционеры в основном посещают клубы своих городов и все знают уже давным друг друга поэтому скажем так варятся в собственном соку а когда предлагается приехать в харьков куда приедет большое количество коллекционеров со всей украины может даже из белгорода то это интересно потому что люди встретятся со своими коллегами с другим обменным материалом можно будет значительно пополнить свою коллекцию да и просто элементарное общение с другими людьми расширит кругозор этих людей поэтому я считаю что это полезно посетить хотя бы просто для того чтобы пообщаться увидеть чем занимаются другие люди а с чего стоит начинать коллекцию молодому начинающему коллекционеры вы задаете такой глобальный вопрос коллекционирование начинается чаще всего со случайно образовавшегося интереса человек увидел какую-то неизвестную ему ранее вещь или предмет какой-то который вдруг поразил его воображение ему стало интересно что это такое откуда оно взялось какие еще такие вещи бывают вот и отсюда начинается постепенно наращивание желание возрастания вернее желание выяснить что-то а раз выяснить то надо хочется это иметь а раз хочется иметь то значит начинается систематизация этого а уже после систематизации человек начинает думать что это откуда оно взялось а как это делать вот у нас в харькове под моим авторством вышла книга о коллекционировании вот она пользуется интересом коллекционирование чего именно здесь какое-то конкретное направление или в целом о коллекционировании монет и в целом о коллекционировании и о харьковских коллекционерах мы регулярно проводили выставки наших коллекций не только в своем клубе не только на территории нашего парка но и по всему харькову и на предприятиях например у меня лично было более 20 выставок а ваша коллекция насчитывает сколько позиций могли бы им картать то что у меня самая большая коллекция значкова харькове 6 тысяч штук это без вопросов это точно гарантирую что нет ни у кого а как живет эта коллекция вы что-то меняете продаете это очень сложный вопрос если коллекция не развивается она умирает поэтому хочешь не хочешь надо ее пополнять где ее пополнять раньше это можно было делать например в киосках когда было много разного коллекционного материала на любые темы а сейчас в киосках если раз в год что-то увидишь уже хорошо аукционы наверное да в основном аукционы и вслеты коллекционеров люди пополняют коллекции либо на регулярных встречах в городских своих клубах коллекционера либо действительно через интернет на разных аукционах чтобы вы могли посоветовать начинающим коллекционерам будь то одно разное направление монеты и медали что другое возможно здесь точно так же как при выборе жены или мужа советы давать не стоит каждый должен определиться сам что ему ближе что ему больше нравится что его увлекло например 1 1 человека увлекла какая-то монета есть люди которые собирают отдельную страну монеты одной страны или допустим в этой стране обязательно собирают так называемую погодовку то есть монеты все монеты в 1 года выпуска 1 года есть люди которые собирают монеты всего мира ну понимаете есть такое изречение казьмы пруткова что нельзя объять необъятное но стремиться к этому нужно спасибо большое за пожалуйста комментарий пожалуйста и по поводу бесплатных билетов для того чтобы получить бесплатный пригласительный на слет коллекционеров просто будьте моим подписчиком и оставьте заявку по ссылке в описании первые 20 человек которые заполнят форму получат пригласительный билет и будут добавлены в список приглашенных гостей а если вы хотите получать новости нумизматики и информацию о следующих слетах и дисконты заполнить другую форму и мы будем присылать вам информацию в будущем ну что ж друзья спасибо всем кто посмотрел обязательно поставьте лайк поделитесь этим видео с друзьями всем пока